Они будут продолжать борьбу. Ну что ж, начинается пистолетка. Liquid начинает в защите, естественно, выиграв ножи. Ну и G2 будут играть в атаке. Команды G2. Очень интересно посмотреть, какие они новые стратегии. Может быть, увидим новые стратегии команды G2. Посмотрим, как пистолетка будет отыграться. Ну вот Pimp уже начинает играть, как Mixwell в прошлой карте. Также та же позиция. Также будут выходить новые игроки. Но посмотрим, получит ли он также по шапке. G2 уже поджал верх-низ, уже ждет гостей. Если понадобится, залезет к спину. Ну вот первый минус от Pimp. Ну и при этом Pimp делает килл, в отличие от прошлой игры. 4 в 5 ситуация. G2 при этом поджал верх-низ. И скорее все будут уходить в спину к соперникам. Замечает одну спину, вторую спину. Ну как же он торопится? G2 на Кадиллаке. Зачем же спешить? Он мог вообще резать одного, второго убивать пистолетом. Но почему-то торопился и в конце концов сделал всего лишь один минус. Вот тут же Элайдж. Спину поджал тоже Элайдж. Кстати, человек, который против Na'Vi набил сумасшедший рейтинг. 1,9. Несмотря на то, что Ликвиды проиграли в том матче, Элайдж был лидером. Ну вот он в Ликвидах очень всегда выделялся. То, что он тащит команду за собой. Бывает вот Хико не туда, не сюда. То есть Лик Хико очень часто интуитивно играет. Но вот Элайдж. Он уже дает информацию своим тиммейтам. Сейчас спину сделает боди. Минус боди. Минус выбитая бомба. И скрим последний. Спасет ли его чудовищный АИМ. Или же его Элайдж также заберет. Шесть патронов в обойме. Скрим должен хотя бы сейчас Элайджа задавить. И все-таки минус делает Элайдж. 1-0 в пользу команды Team Liquid. Ну и, конечно, ситуация с GDM была очень интересная. Он дал сразу же заднюю. После того, как понял, что не сможет убить игроков. Но на отходе все-таки смог сделать. Один фраг. Уже и со спины Элайдж подошел. В общем, G2 немножко пересидели в доме. Когда они поняли, что их поджимали, надо было куда-то уже двигаться. Но они почему-то встали в доме. На самом деле, даже не сказал бы, что пересидели. Нужно было бы просто, чтобы один человек по стандарту стоял на верхнизере, где-то в центре и чекал аркаду. Потому что это возможно. Но другое дело, что многие профессиональные команды очень часто отталкиваются от того, что, мол, нас не будут кушать. Потому что это про игроки, все дела. И они не будут заниматься такими нубскими штуками. Но на самом деле, время от времени, почему бы не поджать? То есть они не ждут от нас аркада. Мы возьмем и сыграем тупо, но при этом это сработает. Продуктивно. Сейчас, поскольку продуктивно сыграет G2, выходя на Б-плэнд через нижний проход. Хико с UMP. Лоид с флешкой. Но сейчас он должен выходить из блайда, когда выходят на него игроки. Но тут Илайдж смог! Минус 4 от Илайджа. И последний остается Боди. Его должен сейчас забрать Боди. Минус по Хико. Успевает все-таки за собой хотя бы забрать одного из своих противников. Но сейчас к нему наведается, я думаю, парочка-тройка людей. Хотя на Диггл лезть тоже удовольствие ниже среднего. Учитывая, что там два кольта. И оба кольта сейчас очень сильно биты. Поэтому сейчас будут торговать лицом, скорее всего, GDM, который должен попадать по Боди. У того всего лишь 3 с КП. Да, минус от GDM, 2-0 и Кадиллак стайл. GDM отличный хэдшот. Боди умер. 2-0 в пользу команды Ликвид. И у G2 нет экономики совсем. Причем у Смитса, как у снайпера, команды тоже денег мало. 2-400 в следующем раунде навик у него вряд ли будет. Без армора есть. Это совсем не самый хороший вариант на карте Детрейн. А почему ты взял Хика? Потому что хаешки прилетят. Хика любитель дробовиков. А Хика взял быстрый дроб. Обожает. Он обожает дробовики. Я очень много смотрел его матчи, и он постоянно берет дробовики. И причем очень часто он их меняет. Умрет, возьмет новую. Умрет, возьмет Икс. И потом начинается автоматический дробовик. Два, три, четыре человека. Мы сейчас посмотрим, какую серию выдаст нам Хика. Если, конечно, опять не поймает флешку, и каким же неудачным образом он сейчас откидывается. Но делает два фрага. Успевает Смитс. Он просто упал. Он упал, прыжок вверы. Забыл, что под ним нет сена. Шокс горит. Получает по шапке. В итоге 3-0. 3-0, но поставлена бомба. По крайней мере, сейчас G2 могут, я думаю, уже позволить себе снайпскую винтовку. В прошлом раунде была поставлена... А, нет, в прошлом раунде не было, по-моему, бомбы. Но вот этот дробовик, с одной стороны, Хика себе немножко денег на фармил еще 800 долларов. С другой стороны, бомба стояла. И теперь уж у Смитса, мы помните, обсуждали, не будет АВП. У него есть АВП. Несмотря на то, что минус 1, пока что статистика у Смитса, минус 1 на 3. Но при этом у него первый армор плюс АВП, плюс флешка. И в плане, например, хаешек, он себя чувствует нормально. Если прилетит какая-то граната, армор его спасет. Там, видимо, кто-то в прыжке пострелил, срезал ему ХП, а он уже все. В полете тут никак по навигации не поменять свое положение. В итоге умер. Ну что, закуп. Первая попытка G2 как-то исправить свой счет. Набрать хотя бы первое очко для начала. А дальше уже, как пойдет игра, Нитро чекает зелень. Видит, ну, мы видим двоих. Он пока что никого не видит. Боди пытается зачекать с прыжка. И уже занял позицию Смитса. Он уже изготовленный. Ждет, когда кто-нибудь вылезет на зеленье. Но уже G2 заняли позиции по карте. Каждый смотрит поджимы. Вот на этот раз сейчас Шокс на бэк как раз-таки стоит. А G2 продолжает развлекаться на зеленье. Пытается напугать своего противника выстрелами с АВП. И Нитро остается там пока что в соус UMP. Но с UMP против Калаша на дальней дистанции это не так приятно стреляться. Если бы у тебя был какой-нибудь кольт. Но Нитро уверен в себе. Он уверен в своем оружии. И уверен в том, что тиммейты, если понадобится, смогут ему помочь. Посмотрите на сотке. Да, там засада от GDM и от Elijah. Они в упоре заняли. Один перед трансформаторным, другой с АВП. Но G2 пока не торопятся. Уже меньше минуты до конца раунда. И пока даже неизвестно, куда они пойдут. Вот только что на зеленье отстрелялись последние игроки. Уходят они в дом. И, видимо, будет какой-то выход под B-плэнд, наверное. Боди подбирает у нас бомбу. Идет на шифте с тиммейтами. Да. Ну и на закрытый плэнд действительно будут смещаться ребята из команды G2. Уже уходят. 30 секунд до конца раунда. Очень мало времени, если честно, остается. Нужно еще раскидать. И, естественно, делать какие-то киллы. В этом плане G2 пока играет не очень здорово. Выход через нижний полностью на стрельбу. РПК ловит Пимпа. Кушает дальше плэнд. Хик тем временем здесь находится. Забирает Шокса. Бомба будет установлена. Но при этом Хик отыгрывает довольно-таки хорошо. Делает 2 кила. G2M с АВПшкой чекает верхний. Прилетает Смок. Падает игрок атаки вниз. Ну и многое зависит от Ладжи, который поджимает спину. Тем временем G2M забрал РПК. А Смит все-таки на ближней дистанции сумел реализовать свою снайперскую винтовку. Как бы предсказуемая позиция была у него сейчас. Не ожидал, наверное, игрок видеть его именно в этой позиции с АВП в упоре. Потому что очень опасно. И в итоге G2M последний. Попускает его сейчас мимо себя боди. Может быть ошибкой. Но все, не успевает попасть. Сейчас GDM критический урон. 13 хп оставляет боди. Это 3-1. Все-таки первый раз смогли оттяпать. Деньги есть у нас у команды Ликвид. Не у всех, правда. Но могут поделиться друг с другом. И, естественно, покупают. АВП Шокс, АВП Смитс. Две снайперские винтовки пытались у нас играть ребята из команды G2 против Астралис на Дасте 2. Не очень многое получалось. Но, может быть, на трейне удастся как-то и мидл вычислять, или на зелень побежать. В атаке 2. На самом деле на трейне вариантов, наверное, еще меньше, нежели на карте Даст 2. Потому что тут мидл, зелень, ну и, наверное, на B быстро побежать, кого-то отстрелить больше. Никаких возможностей здесь нет. Ну и быстрые киллы мы пока что их не видим. Да, очень странное решение взять 2 ВП. Учитывая, что вы только взяли первый раунд, у вас экономика не окрепла. И если сейчас G2 проиграет раунд, то у них это будет 1 за 2 раунда. И потом будет уже счет 5-1. Ну и вот он минус от Нитро, забирает Шакса, минус первое АВП. Смитс пока что молчит его, снайперская винтовка. Репликет, конечно же, подбирает снайперскую винтовку. Но насколько она будет нужна ему? Потому что сейчас он опять попытается сделать минус на зелень. G2M его ждет и, ну, пока не встретились ребята прицелами. Будет выход на плент. Два игрока уже в верхнизе, около сотки находятся. В данный момент скрим, вот он первый минус от ВП. От Смитса, играет он сверхниза. По-моему, даже подсадка сработала. G2M продолжает сейчас чекать зелень. Гранаты оттуда летят, соответственно, противник там есть. Но вот G2M переключается наверх-низ. Именно оттуда был первый минус. Находит Элайджа. Кинули под него молотов. И скрим даже не дал ему убежать. G2M, еще один есть минус. 3 в 3 ситуация. Смит, скрим, РПК. Ну, должны сейчас, ребята, продавить. Позиционка очень неудачная сейчас для ликвидов. Они находятся, грубо говоря, в западне. С двух сторон их могли сейчас G2 как раз-таки закрыть. Но вот попадание по G2M. Красный АВП. РПК. Будет выходить сейчас зелень. И вот она. Вот она сейчас сприт. Анимация Нитро делает два минуса. Смит всем временем с АВП. На окнах Смит забирает из глока Нитро. Идет дальше. 15 секунд. Бомба очень далеко. Этот раунд уже никак Смитсу не взять. Только если пим допустит какую-то невероятную ошибку. На пятой секунде подбирает Смитс бомбу и уходит на сейф к себе в туннеле. 4-1. Команда Ликвид берет раунд. Да, Джейкоб сейчас хорошо сыграл. Он не вылез. Он до конца отыгрывал за трансом. И у Смитса не было возможности даже найти противника. Но если только бегать, кричать, иди сюда, я тебя сейчас покараю. Но, естественно, как тут можно кричать? Даже в из чата, к сожалению, нет, чтобы пообщаться с противником. Хотя интересная была бы функция. Не, но у них чат, наверное, есть. А, в из чата. В из чата нет, это точно. 4-1. Ликвиды, АВП от GDM. Два дробовика у нас у команды. Ликвид. Интересное решение. Форсбай от G2. И эти два дробовика сейчас могут по области все изменить. И в худшую сторону для команды Ликвид. Потому что, ну, в два мага играть против хороших пистолетов, наверное, не Камильфо. Вот именно хорошие. Нитра неплохо спроит на зеленке. Забирает боди РПК. И Лайдж тем временем реализовался все-таки свой дробовичок. Вот и Скрим. Старина Скрим включается. Ну что, Смитс последний. Один в четыре. У него уже, по-моему, скоро будут претензии к противникам. Команде к своей. Пардонте. Почему вы так быстро умираете? Он был с ООП. Он должен был, по идее, open-фраги давать. Но в итоге только один Лайдж умер. Ну и вот он нам показывает деньги. У G2 был форс. Поэтому сейчас денег опять нет. У АСМИС, как обычно, 4-200. Он в одном раунде засейл. Поэтому у него больше, чем у других. Ну и Ликвиды. Да, они ведут 5-1. Да, у них все очень неплохо. Но денег столько же, сколько и G2. Да, денег немного. Потому что постоянно проигрывают. Ну, точнее, выигрывают раунды. Но остаются в ситуациях довольно тяжелых. 1 на 1, 2 на 2 и так далее. Лайдж с дробовичком на верхнизе. Видят, что к нему спустились. Играет под смог. Не побоялись. Нет, террористы все-таки стоят внутри комнаты. Не выходят. Ну и Лайдж не стал пушить. У него, в принципе, по хп более-менее. 30% можно еще выживать. Там спину натыкали с тека. Понапрошивали через смог. Ну что, выход под бэплэн будет. Там стоит Хика с Калашниковым. Стоит издалека. Делал первый минус. Хлпа. От пимпа. Ну где? Фрагит. От пимпа. Уже пропустил двух игроков. Только сейчас делает первый минус. Бомба уже установлена. Ну, свой минимум G2 сделали. Я даже думаю, максимум, который они могли здесь позволить. Боги. Последний падает. 6-1. Но поставили бомбу. G2. Вновь будет снайпская винтовка. Да, бомбу не нужно давать ставить в таких ситуациях. Но, с другой стороны, они понимали, что у самих бай не самые хорошие. Там дробовики. Поэтому все-таки нужно сохранять. Свои жизни, в первую очередь. Ну, будут играть сейчас против команды G2, у которых 7 тысяч усмится. Это, естественно, АВП, Мармор, огромное количество гранат. Еще и пистолет. Нет, не АВП. Он сказал, что ему... А, ну он, скорее всего, дроп дал своему тиммейту. Дроп он не давал, просто команда G2 решила сыграть, видимо, какую-то свою эфичную тактику, которая у них есть. Мол, там, например, быстрая раскидка АПЛЕНТА с установкой бомбы и так далее. То есть не будут пытаться вычислить под АВИК от Смитса, потому что видят, что... Ну, ликвиды не открываются просто. Они просто не открываются под АВИКи. Они стоят вот в позициях, когда на прием противника. То есть они дают выходить, а потом уже начинается... Ну, вот он, быстрый выход. Первый выход через зелень. Есть минус по Боди. Тут же размена от ХИКа. ХИКа продолжает убивать людей. Минус на два. Уже ЭЛАЧ. По-моему, ХИКа еще один фраг. Но тут же РПК. Шаксом. Есть размены. Два в два ситуация. Бомба находится в доме. Сейчас найдет GDM. А GDM туда даже не пошел. Если бы он был... Ну, не видели. А, нет, она в сотке. Она в сотке находится. Не видели бомбу. Бомба находится, тем более, в сотке. Так, пауза у нас не устанавливается. Все хорошо. Пим тем временем на шифте прожрал зеленку. Промахивается по новой вышке. РПК тем временем наказывает GDM, выходящего через верхний из бомба. Подобрал он все-таки игрок атаки. Но и знают место расположения Пимпа. РПК тем временем просто сломя голову, бежит уже на точку Б. Через секунд пять установит плент. Но Шакс наказывает Пимпа, который выходил на шифте через зеленку. Эх, эх. Чуть-чуть не повезло. Сейчас Пимпу он видел игрока в девятке. То есть друг к другу увидели Шакс. А вот она, кстати, пауза, из-за которой немножко пролак у нас был в прошлом раунде. Нитра, наверное, просит тактическую паузу. Правда, не написал об этом в час. Один раунд отдали. Я думаю, после одного раунда сразу брать паузу. Это как-то совсем... Ну, а почему нет? У нас четыре паузы, на самом деле. Типа есть, могу потратить? Да, за сторону можешь тратить паузу. Почему? Или, наоборот, сбить темп. Особенно, если есть тренер, и ему есть что сказать в этом плане. Тут же тренер теперь не может общаться постоянно. Если тренер говорит, что я хочу вам что-то сказать, тогда, естественно, нужно ставить паузу, потому что другого варианта нет. У тренера, напоминаю, может говорить у нас на вармапе, на разыгровке, но что, само собой, разумеется, между сторонами и только на паузах. Другого варианта не дано. Ну и вроде готовы теперь ребята играть друг против друга. Пауза отжимается. 6-2 счет у вас на экранах. Кстати, по статистике мы можем подбить итоги. Снова латч выделяется немножко. 10 на 4 идет. Но команда G2 никто не выделяется. Все идут практически один друг за другом. Ну и латч, я думаю, занял роль симпла в команде. То есть он взял роль на себя топ-фрагера, чтобы везде открывать, убивать, камбэчить, клатч брать. И у него это получается. На самом деле, когда симпл играл в команде Ликвид, элайдж уже тогда очень круто тоже работал. И вот вместе с симплом они вообще выносили и заняли как раз-таки второе место на мейджор-турнире за счет именно невероятных каких-то феноменальных киллов. Но теперь симпла не стало в команде Ликвид, элайджу приходится самому творить чудеса. Вот мне интересно, сколько еще будут людей говорить про то, что вот симпл, хорошо было то, что он был в Ликвидах. Мне кажется, пока Ликвиды не сыграют с этим составом, все будут вспоминать симпл, а как он же хорошо играл. Так всегда вспоминают лучшие достижения любой команды. Так про любую команду можно говорить. То есть там и про Фнатиков, например, можно вспоминать теперь долго. Пока они опять же не повторят успех того состава. А успех того состава, я думаю, они не повторят, потому что его никто уже не повторит. К сожалению. 4 в 5. С Митцем у нас отстрелили, пока мы рассуждали о Ликвидах и составах команды Фнатик. А Элайдж, как же, он сейчас зачеткал игрока, но почему-то не стал стрелять. Не знаю, он либо не поверил, либо после первого стрефа подумал, что его заметили. В итоге Элайдж сейчас нанес очень много шороху, а Пимп уже делает минус про Пикей, который выходил на Б-пленд. В итоге Джетут туда вряд ли полезут. Втроем через сотку читается сейчас игра команды французской и Шокс уже в пленту. Он очень быстро прошел в плент. Скрим, минус по ЖДМу, минус снайпер. Но Элайдж. Но Элайдж проходит сейчас спину, Нитро делает первый минус, но Элайдж тут должен. Хотя бы один фраг. Дети Элайдж пропускает игрока за пятый. Видит ли он его? Нет. Нет, заметил, да, он видел Боди, сделал минус, но Эхико подключился очень вовремя. На последних таймингах выходили G2, у них не оставалось времени для того, чтобы что-либо обдумывать и ставиться паузу. Теперь G2 ставят паузу, для того, чтобы обсудить... Давайте каждый раз ставить паузу. Ну, на самом деле, это последняя пауза уже в первой половине. Ну, для G2. Ликвидов все она есть. Только техническая. Нет. По таймауту за сторону ликвиды брали только что паузу, теперь взяли G2 паузу. То есть все, две паузы они израсходовали. Соответственно, следующие паузы только в следующей стороне уже. То есть нельзя, наверное, брать свою паузу в первой половине. Поэтому больше пауз у нас не будет в первой половине. Пообщались с G2. Ну, кстати, может быть, еще и техническая пауза у нас возможно. Всегда, но я не думаю, что... А на ней, по-моему, нельзя общаться. Да, на ней, кстати, нельзя общаться. Это тоже нововведение этого лета. ESL, кстати, придумали это нововведение, что на технической паузе нельзя общаться. Хитрить все. Типа, ой, у меня компьютер сломался, можно мне починить, а в итоге там парни, парни, короче, мы идем туда. Да, ну, с одной стороны, конечно, грамотно и правильно. Ну, ужесточает в этом плане ребята все-таки немножко свои правила. АВП-шка GDM, PIMP-PWP. В ответ HIKO с UMP и Nitro играет с М. У команды G2 после таймаута своего нету бая. Они решили сыграть пистолетами. И мы на зелени друг на друга подсадочка. Выпрыгнули, но GDM к этому готов. Забирает Смитса, позвал Nitro на помощь. Все хорошо, пока что для команды Лигерса. Хотя PIMP-а забрали. Вот скрим открывает. Ушел второй фраг дел из Дигла, но тут все-таки его Элайдж утихомирил. Два в три есть Дигла еще у Боди. Может, у него залетит. Но Шокс пытается как-то размастить сейчас вот этот вот поединок один на один. Но подключается уже Хико Боди. Пытается вычтить, но Хико уже взрывает своего оппонента. Боди последний. Его уже чекают со всех сторон. И Хико еще один фраг делает с АВП. 8-2. Команда G2. Первый полон уже проигрывает. Но осталось узнать, с каким счетом она это сделает. Вот может быть сейчас команда Лигерс возьмет 13. И вот повторится у нас прошлая карта, где команда Фнатик выиграла также оптиков со счетом 13-2. Хотя вот Смитс опять берет снайпскую винтовку. У него с АВП не получается. Берет Калашников с Калашом не получается. Ну, один раз получилось, потом у них опять не получилось с Калашом. Опять берет АВП. Ну вот, на этот раз уже идет на зелень. Но хотя, смотри, он будет играть издалека. Хотя поджимов от Ликвидов мы еще, по-моему, не видели ни разу. То есть издалека ребята смотрят зелень и сами никуда не пушат. В принципе, они вообще не пушат ни Б. После пистолетки, как GDM зашел вверх-вниз, больше каких-то поползновений. В сторону Мид-2 не было. Ну и Лайч только сотку поджал. Все. То есть G2 могут сколько угодно стоять. Ну а Team Liquid такие, ну ладно, мы стоите. У нас как бы время тик-так. В любом случае защита на трейне так всегда играет. Она просто смотрит свои позиции и никуда никто не лезет. Особенно в таком важном матче. Ну, как раз-таки сейчас мы будем наблюдать за тем, что обсудили ребята из G2. А G2 решили сыграть медленно. Боди моментально погибает на зеленке. Тем временем у Смитса удалось забрать нитро. И вроде как 4 в 4. Смитс с ВП продолжает свою работу. Но при этом два авика есть у команды Liquid. GDM и Pimp. Один снайпер у нас находится. Вот он Pimp забирает верх-низ. Ну и второй GDM на шестом вагоне. Как же вовремя. Еще два фрага. Ну и последний. Стоит Ошокс. Он очень вовремя вышел. Сейчас мог умереть его снайпер. Вот если ты заметил, нам показали GDM. Он был на вагоне с гранатой в руках. И он бы не успевал вообще никак уходить. В итоге сейчас спас его тиммейт. Вот и девятый раунд. Да. И вот они Liquid, которые не играли трейн на протяжении двух месяцев на профессиональной сцене. Играют против G2, которых мы нахваливали. Которые вроде как на трейне играют круто. У них огромный опыт. Но 9-2, тем не менее. Кто бы мог подумать. Причем я бы не сказал, что G2, например, на Дасте против Астралии сыграли там ужасно, плохо и так далее. Они играли круто, но проиграли. Не повезло. Хорошему сопернику там где-то, может, недооценили. А сейчас показывают, ну вообще ужасный просто дэтрейн. И явно не те G2, которых многие ставили там или на первое место в прогнозах, или на второе место. То есть это такие старые G2 полугодичной давности, которые там проигрывали регулярно, скажем так. 10-2 в пользу Liquid. Три раунда остается. И команде из Франции, если они хотят зацепиться за трейн, нужно брать как раз-таки все три. Ну вот хоть за что-то им нужно зацепиться. Действительно, многие, как ты уже сказал, поставили, даже на первое место кто-то поставил G2. Но я когда увидел, думаю, а что они показали в последнее время? Какие у них были результаты, из-за которых их поставили на первое место? Одно дело, когда ты играешь в онлайне, другое дело, когда ты играешь на онлайне против команд, которые хотят показать себя, хотят доказать сами себе то, что они могут. Нет, ну G2 по рейтингу, наверное, HLTV.org стоят довольно высоко и уходят в 105. Тем временем выход через зелень провалился. GDM отлично отыгрывает с авиком. Моментально элайдж тоже делает килл, Шокси умирает. Но из стрима остается 1-4 и снова элайдж. Как же круто работает этот пассажир. У него 18 на 4 и снова рейтинг, скорее всего, его зашкаливает. Ну вот я не знаю, насколько сейчас решает рейтинг HLTV.org. То, что команда, да, там играет 1-я против 10-я, но сейчас 10-я команда могут выиграть 5-ю. Не, может. 7-ю и 6-ю. То есть, да, окей, в рейтинге не могут стоять где угодно, но есть команды, которые хотят оспорить их место. И сейчас как раз-таки происходит, ликвиды показывают то, что они не матчки для битья. То, что они сейчас хотят выиграть, ну, может быть не турнир, но хотя бы этот матч. Минус от скрима, залез 2 фрага, как сейчас перевелся скрим. Минус по Элайджу, еще игрока видят под старой девяткой нитро спрейт, но не залетает. Единственный патрон, который должен был спасти ему жизнь. В итоге РПК делать минус дегла. Ой, правда, пардон, это при 250-й. Но и 2 в 1. Красный и нитро в 2 ВП будет выбивание. То есть сейчас, грубо говоря, на равных. Один с пистолетом, другой с ВП, который будут прикрывать. Да, но при этом знают, где находится РПК и контролируют его. Но нитро погибает, РПК меняет свое месторасположение. Пимп только может догадываться, где находятся оппоненты, и все-таки берет этот принципиально важный для себя раунд. Команда Liquid забирает 12 раундов, и мы будем лицезреть последний, последний раунд за первую половину в исполнении G2 как за террористов. Да, а результат-то начинает удивлять. Я думаю, что не только мы с тобой удивлены результату 12-2. На последних матчах команда G2 проигрывала Heroic, проигрывала Nepam, проигрывала Dignitas и опять-таки Nepam два раза. То есть в последние матчи штук 8, они из них 5 проиграли. То есть в последнее время вообще у G2 катки вообще не идут. Поэтому сейчас вполне естественно то, что сейчас Liquid потеют. По крайней мере, это видно. Лайдж делает два фрага по выходящим сверхнизу, еще до этого успел умереть игрок на зелени. Нитро, еще один фраг делает по смитцу, но такое ощущение, как будто уже бросили играть. Решили, что ладно, парни, у нас еще есть одно ХП. Этот матч мы постараемся затащить, но уже не так они настроены. Хотя, кто знает, это вот лишь наши доводы. Пим делает еще два фрага с Савиком, 13-2 счет, но опять решает пистолетка. Сейчас же будет все решаться в одном раунде. То есть одно дело, когда 8-7, пистолетку проиграли, ладно, можно закомбетчить. Другое дело, когда ты проигрываешь пистолетку, счет становится 14-2. То есть тут уже только на форсбайе, если попадется какой-нибудь загулявший и так далее и тому подобное. То есть сложновато здесь очень. Боюсь, что опыт команды G2 в этом случае может уже не помочь. Тем более есть печальный опыт, еще раз говорю, камбэка с командой Астралис сегодня. Поэтому тяжело, тяжело представить ситуацию, в которой бы G2 сейчас победили. Но вроде как будут играть за сильную сторону. И прецеденты, когда они лично камбэчили на карте Детрейн, у них были лично в их истории. Поэтому вроде как каждый игрок должен понимать, что возможно потянуть, потащить. Но важно брать пистолетный раунд, который мы будем смотреть буквально с секунды на секунду. Паузы у нас на ESL One в Нью-Йорке очень маленькие. В отличие от той же Pro League. Вот он пистолетный, который мы застали. Прямо в самом разгаре. Застали пистолетку. Скрим, делал два фрага. Остается один только нитро, один в четыре. Ну что же, очень успешно начинает G2 сейчас вторую половину. Пистолетка прям суперски быстро закончилась. Два фрага Скрим, два фрага РПК. Шокс также успел себе уцепить вкусный кусочек команды Liquid. Liquid и второй раунд. Будет ли форсить Liquid? Они не поставили бомбу и как уже становится стандартом. Покупаются тэк-9 и вторые арморы и летят в бой. Может быть даже видим какой-то быстрый выход под B-плэнд. Хотя форс бая мы не наблюдаем. Только один ладж купил себе тэк. Остальные все с глоками. Про 250 пимп и все. То есть Liquid играет суперуверенно для экономики. Они решили, что мы не будем сейчас рисковать. Давайте отдадим еще парочку раундов. Зато потом с калашами покажем, кто здесь папка. На B-плэнд-2 Шокс стоит с UMP-шкой. Уже стягивается почти вся команда G2. Учитают они, как играют Liquid. Потому что подпушил уже сотку Скрим. Говорит, парни, вся движуха у вас. Принимайте. И там действительно 4 человека. Участвуются через верх-низ. Подумают выйти Liquid. Но они даже об этом не думают. Об этом даже не происходит. Минус от РПК. РПК. Делается второй фраг. Шокс успевает также еще один его забрать. Боди был сейчас жертвом приношения для команды G2. Чтобы они взяли этот раунд. Хотя и так было понятно, что у Liquid здесь уже все загибается. Ну что же. Еще один раунд будет у команды Liquid. Это будет 13-5 счет. Ну и для G2 13-5 счет уже становится как проклятие. Эка. Команда Liquid. Они играют снова с пистолетами. Единственная, по-моему, команда, которая не покупает совсем вторые арморы. Странно, почему они этого не делают. Но экономят. Экономят для того, чтобы покупать AWP и хорошие раскидки в следующих раундах. И в свою очередь G2 тоже экономят. С одной стороны, если бы были Галилы, например, сейчас у нас у команды Team Liquid, тогда ребята из G2 могли бы и не справиться. Но Галилов нет, у них у МПшки. Интересно, какие девайсы купят в следующем раунде. Останутся ли снова с УМПшками или все-таки выбросят фармганы и уже будут играть с МКами. Ну вот, кстати говоря, когда скупают на втором раунде подобные девайсы, УМП и пост-седьмые, фармганы более актуальны. Потому что вы фармганы выбросите, вы потратите больше денег. Несли вы купите фармасы, вы можете сыграть даже с ним на девайсном раунде. То есть кто-то на фарме сделает серию фрагов, а кто-то просто пробегает с ним, выбросит и все. Это лишние 2000, которые ты выкинул на ветер. Ну что же, мы видим две снайпские винтовки. Шокс и Смит с этими девайсами отыгрывают. Там один только GDM с авиками, четыре калашниковых. Все как надо, все как положено. Ну что же, куда поставили снайпские винтовки G2? Я вижу то, что Шокс сейчас играет на хлопе на Зигзаге, а Смит... А, Смит вообще издалека. Там, смотри, G2 вообще полностью отдали плент, они играют издалека. И если будет какая-то раскидка от Ликвидов, то будет ретлиг 5 в 5. Ну а Ликвиды как раз-таки готовят вроде как эту раскидку. Пока играют по стандарту, чекают аркаду, ждут пока, возможно, какие-то баночки в исполнении команды G2 полетят на мидл и вверх-вниз, дождутся, пока они пройдут. И после этого закидают банками в ответ. Пробивают коннектор, откидывают коктейль Молотова вдаль, чекают низ, на дальнем стрюфе уходит у нас один из террористов. Нитро никого не замечает, играют дальше на шифте. Ну и бомба, кстати, стягивается на закрытый. Может быть, Ликвиды будут входить именно сюда. Прилетает Смок сначала на нижний. Это уже будет интереснее, потому что G2 сейчас также могут успеть перетянуться на B-плэнд, хотя дадут поставить бомбу. Там только один боди, и вот Ликвид сейчас такой щейк, как будто идет двойной фейк. То есть под А, под Б, потом... Сначала под Б, под А, потом опять под Б будут выходить. То есть сейчас они какой-то намудреный раунд решили нам показать, и это даже интереснее. Может, они сами не знают, что будут делать. Забыли, забыли, что надо делать. Ну, через нижний выходят буквально под одну гранату, боди моментально забирает Элайджа, вверх никто не вышел, ну и наверх-низ спустили все игроки команды Ликвид. Мне кажется, этот раунд называется «Мы перенервничали», потому что другого объяснения я не вижу. Странные тактики, но при этом боди все-таки умирает. И это под Б выход. И снова уходят на Б. И это выход под Б. Ух ты, какое решение. Они уже знают, что делать, потому что 8 секунд до конца они по таймингам полностью проиграли. Странное решение от Ликвид. Команда, которая убила в хлам в первой половине 13-2, делает подобные вещи. И теперь 13-6. У команды G2 все хорошо по деньгам, ну а у Ликвид засейвано АВП плюс калаш. Это очень странно, что сейчас произошло. Ликвиды... Давайте Б, подвать А. Так ощущение, как будто в команде Ликвид появилось два капитана, один такой, давай Б, нет А, нет Б, нет А. И в итоге они все гранаты раскидали, вышли без гранат сразу же везде. И по Д, и по Д. И вот по одному они не поумирали, в итоге вдвоем засейвили. Непонятный раунд, но смотрим, что будет дальше. Есть наибскантовка у GDM. Это форс бай от команды Ликвид. Что самое интересное, они решили закупиться. Два Текнаина, Галил, Калашников и АВП. Такой расклад G2 остается при своих. Два АВП, три кольта. Опять-таки, на Апланту четыре человека находятся. GDM выходит медленно через верхний парик. И, кстати говоря, там может сыграть. Потому что его никто не видит. На верхнем стоит Боди. Он чекает краски выходящих. И он играет закрытую. Если что, бомба будет поставлена. И будет выбивание опять-таки 5 в 5, если Боди не убьет сейчас с верхнего пимпа. GDM вот очень упорно ждет, пока кто-то окажется на зиге. Бомба уже ставится. А Нитрин занимает позицию в упоре. Для Смитса это будет очень-очень неожиданно. Если Нитра упадет, то его давить. А Нитра не давит. И по итогу у Смитса Вов все-таки делают по нему фраг. GDM размен. Но в меньшинственной стороне оказывается команда Liquid. Начинается ретейк от французской команды. Шокс сейчас должен сделать хотя бы еще один фраг. Но это будет Боди. Это будет Боди, который забирает Лайджа. GDM и Хика вдвоем. Минус также GDM. Промахивается. Нет, GDM еще живет, но это недолго будет. Хотя GDM успевает еще забрать одного игрока. Хика. Один против троих. Бомба. Прямо на ней сидит Шокс. И Хика делает фраг. Выбивает снайпскую винтовку. И сейчас для Liquid что хорошего. Во-первых, у них серия раундов продолжается по проигранным. Четыре подряд они, даже пять подряд они слили. Плюс поставили бомбу. Плюс выбили три девайса. И у них еще будет один закуп. То есть сейчас для них этот раунд сыграл, ну, не скажу, что прям идеально, но хоть что-то они добились с ним. Ну, они еще добились того, что у команды G2 заканчиваются денежки. Если они возьмут все-таки два подряд, тогда следующий, последний раунд они будут играть после полного эка. Ну, и G2 действительно тратят очень много сейчас для того, чтобы купить снова Шоксу и Смитсу снайперскую винтовку. Пим подкидывает флешку на Апленте. Снайпер команды Liquid не пытается пока что вычислить мидл. Три человека занимают зеленку. Все в сумаках. Пим вышел, играет на шефте. Опять быстрый раунд от Liquid. Вот это уже интереснее было. Если бы Пимп сделал сейчас фраг по скриму, было бы все очень идеально. И он делает минус по скриму. Перед этим РПК завалился мертвым на зелени. Вторым остается Боди Шокс и Смитс. Бомба уже установлена. Пимп играет на опережение в зелени, в зигзаге. По-моему, он перенервничал немножко, когда начал стрелять в зигзаг. Ну что ж, там появляется Боди. Два игрока через зелень. С Авиком Шокс и Смитс. В два ВП выбивать это не самым удачно. Хотя это трейн. Хотя это дальние дистанции. Если кто-то покажет хотя бы тушку свою на полтела, то там уже будет в любом случае фраг. И Лайдж интересно играет. Он прячет смоку и минус по Шоксу, который хотел перехитрить. Но как ты перехитришь хитреца? В итоге Боди последний один в три. Будет еще один. Минус от GDM. Шикарная игра от Liquid. Втроем они выходили через зелень и разменял Хико своего тиммейта. Пимп забрал скрима и в итоге Аплент зачистили. Причем, если бы G2 играли так же, как это было до этого. Они прятались на дальних дистанциях. В Плунтуне никого не было и потом готовились на выбивание. Если бы они так же сыграли сейчас, то все было бы намного удачнее. Но вот судьба злодейка для команды G2 подготовила другой сюрприз. Менее приятный и 14-7. Для Liquid сейчас каждый раунд на вес золота и каждый раунд приближает их к победе. А G2 с каждым раундом все смурнеет и смурнеет из-за того, что им приходится тащить. На последних деньгах, кстати говоря, MP9 у скримаен UMP-шки Body Shox. И это аркада от команды G2 и Спортс. И эту аркаду вроде как с одной стороны смотрят, но где-то лазейку могут G2 найти и отстрелить своих соперников с этими MP-шками и MP-шками. А ты посмотри, как сидят сейчас в Liquid. Один смотрит вниз, второй смотрит выход. И G2 смотрит для того, чтобы они подсадились. Но вот я не вижу, смотрит ли кто позицию Body. А, вот Нитро идет на АК и он моментально разваливает Body. А про Шокса не знают. Шокса выходит, забирает Нитро. Вот теперь по нему есть информация. Пытается его догнать. Шоксе все-таки уходит в смок, но пытается играть все равно агрессивно. И все-таки погибает от GDM. А теперь Менн Смитс ворвался в мидл, забрал Хика. Это B. Но это инфа для игроков команды Liquid. Они теперь знают точно, что на зелени, скорее всего, один игрок и один на мидле. Выходят на B-плэнд. RPK рискует. Выпрыгнул Зига. Пытается отлить плэнд. Ну и ключевой раунд. Кто же его возьмет? Хика по Смитс. Ну и все. Смитс один в плэнд. Пятнадцатый раунд. Не повезло. Немножко не повезло. Немножко не повезло. Команде G2 Body спрейл. Вот. Одного патрона не хватило в тело, чтобы забить игрока до смерти патронами. GDM забрал хорошо с АВП. Перетяжку. И действительно Liquid посчитали то, что RPK, если стоит на плэнд 2, один игрок находится в спине, и перетяжку на B это будет самым правильным решением. В итоге они вышли на пустой B-плэнд. 15-7. Команда Liquid в одном шаге от победы, в одном шаге от того, чтобы начислить на свой счет хотя бы одно очко. И вот сохранить первое сердечко для себя. Напомню, та команда, которая проигрывает данный матч, остается с одним шансом на поражение. Точнее нет, даже нет. Если не проигрывают следующую игру, то все, они вылетают. Поэтому сейчас команде G2… Сейчас у них еще был один шанс на поражение, но если проиграют, например, G2, то не вылетают. Но, кстати, может быть, сегодня будут играть. У нас сегодня вылетит одна команда. Последний матч. Да, последний матч в 4 утра. Для вас будут комментировать, скорее всего, Петя и Энканис или Кристал Мэй. Как раз-таки в этом матче одна уже команда покинет турнир. Всегда, помню, по себе было обидно заканчивать чемпионат сразу же в первый день. И потом, по сути, 2-3 дня ничего не делать, не играть, депрессию ловить. Раскидка. Кибертуристы. Да, и читать комментарии про кибертуристов. Раскидка Аплента, Liquid под эту раскидку не выходят. Кстати, они просто контролят дальше карту. И могут словить сейчас команду G2 на Аркаде. Но вот сейчас Liquid, они супер играют уверенно, выходя на B плен. Это супер раунд, кстати. Они раскидали А, теперь выходят на B. G2, думаю, так, это самый элементарный фейк. Мы сейчас будем принимать. А 2 зелень выходит и играет аккуратно. Но тут в чем вопрос. Hiko Sokka! Hiko Sokka! Hiko Sokka! Вот это развал! К этому турниру будем готовить трейн. Мы будем играть очень его много. И действительно, очень классно сыграли Liquid. И никто не ожидал. Как никогда Liquid сыграли. Сейчас, хоть и проиграли Na'Vi, но ответили довольно круто. И обыграли G2 и Sports. Мы не прощаемся. Следующая игра совсем скоро. Снова минут 15-20. Для вас будут комментировать Crystal, May и Yankanis.